здравствуйте фире горячий гость и сегодняшний наш разговор будет о литературе нашей студии гости из-за рубежа гопоненко марьяна писательница несмотря на то что живет она в европе она наша землячка я приветствую вас марьяна вы приехали в одессу теперь уже это ваш родной город правильно вы родились в одессе я родилась в одессе жила до 19 лет здесь и каждый год я всегда приезжаю одессу не семья мама бабушка то есть здесь ваши корни ваши родственники но этот визит ну из-за которого вы в нашей студии оказались это приглашать вы приехали по приглашению вашего родного университета в которой вы учились да по особенному какому-то поводу правильно правильно я написал то есть свой в свой второй роман который вышел в прошлом году его наградили премии шамису эта премия выдается людям которые пишут на немецком языке но сами они не из германии и поэтому меня и думаю пригласили после пьяни и не получил мало того что вы писатель писательница вот и вы еще пишете на немецком я начала писать в 14 лет я учила таким образом язык то есть вы 14 лет начали писать уже на немецком языке но я начинала с поэзии я писала стихотворение таким образом я учила немецкий язык я читала книги на любую тему выписывала незнакомые слова и в принципе было все мне не незнакомо и таким образом я строил свой словарный запас и так и таким образом я учила язык откуда у вас появилось такое желание писать еще и на не на родном языке какой-то момент моей жизни возрасте 14 лет мне стало как-то неудобно в своей собственной шкуре стало как-то холодно и грустно и я подумала о будущем что будет со мной в будущем и как-то резко и начала думать о серьезных вещах в жизни чем не заняться мне не было тогда никакого хобби я и слова не очень люблю хобби мне не было страсти никакой в жизни в 14 лет я призадумалась и поэтому я пришла таким путем к иностранным языкам я долго думала учить мне английский или французский или немецкий но я решила конкретно я буду учить немецкий мне показался проще прозрачнее я видела все структуры ближе по духу вам пришелся немецкий ближе по духу да может так сказать хорошо и вот то есть вы сначала уже самого начала тогда еще планировали каким-то образом связать себя с немецкой литературой с немецкой культурой вникать наверно приходилось общаться с носителями этой культуры знаете я ничего не планирую самое интересное что все на меня осваивается спонтанно возникла абсолютно спонтанно я просто очень долго писала эти все эти стихотворения и тексты и потом решила опубликовать одно из них в одном немецком журнале и потом получилось так что меня пригласили в следующий журнал а потом оттого я пошла к другому и потом таким образом дошла до своего первого издательства а потом дошла до второго и сейчас сижу в этой студии с вами да и книжка которая получила награду она называется кто такая марта да о чем эта книга эта книга написана о человеке которому 96 лет пожилой господин и из галиции он украинец получает неприятный диагноз он узнает что ему жить осталось немного и он решает изменить свою жизнь он решает все свои сбережения потратить на путешествие в австрию вену в одну гостиницу где он собирается умереть и вокруг этого строится весь сюжет в каком жанре вы пишете я пишу романы романы и у вас уже есть наверняка поклонники как получилось что вы вот из одессы попали вы живете сейчас в австрии да в вене в вене в австрии как вы туда попали то есть вы целенаправленно уехали или вас пригласили уже я сначала жила в в кракове потом я жила в дублине а потом я жила в франкфурте если точно говорить то я потом еще год прожила в майнсе а потом июня месяца я живу в вене то есть я не знаю куда мне еще понесет в моей жизни это не конечная точка надеюсь что конец мне там очень нравится похоже что не конец не знаю посмотрим хорошо что движет вами вы ехали туда с какой целью в европу вот вы уже из одессы вы себе там что-то представляли о чем-то думали мне интересно вот как приходит это решение вот уеду или все куда я я уезжала не не по собственному желанию не мне тогда пригласили как стипендиатку одной литературной такой стипендии я там прожила полгода на севере германии и мне тогда было 19 лет после этого у меня потом другая стипендия и таким образом этом зацепилась и осталось то есть вот это то что у нас называют утечка умов да вас как хорошего писателя туда пригласили и вы теперь скажите не появлялась ли у вас мысли желание написать что-то на украинском языке или на русском русский у вас же родной язык да русский мой родной язык немецкий мой рабочий язык я 14 лет на нем пишу никогда не писал пару по-русски я не даже в этом не думала и я думаю что я бы сейчас не смогла то что я считаю что языки нужно лелеять и и к ним нужно очень серьезно подходить нужно много читать на родном языке чтобы быть в состоянии написать что-то больше читаете сейчас на немецком к сожалению не хватает часто русского русская речь меня нет в австрии не было в германии или в кракове где жила русские друзей или русскоговорящих кто являлся кто из авторов до немецких являлся для вас вдохновением кто производил на вас впечатление в каждом на каждом это в каждом фазе жизни на каждом этапе жизненном на мой взгляд есть специальные авторы которые влияют очень сильно помню в 14 лет я читала очень любила нас есть стыдно признаться любила читать сказки почему стыдно сказки и я только их и читала в принципе и сказки разных народов причем на немецком языке их начинала читать мне нравились как кавказские сказки армянские сказки хорошо а дальше вот как это его ли это было в 14 лет после сказок вот он мне понесло на кавку то есть не на кофе я его очень любила и ценила а потом спустя пару лет я удивлялась почему его любила ценила мне он показался в возрасте 18 лет уже очень таким темным меланхолия была такая страшная неприятная что я от него отвернулась на пару лет а сейчас вот я его перечитываю и 5 есть сейчас у вас кто-то кем вы вдохновлены я люблю книги которые не связаны с моим жанром я очень люблю читать технические книги читаете ли вы детективы скажи нет я там много крови я думаю кроме кроме агаты кристия в детстве один раз прочитала в детстве и не и больше не не брала за это дело там слишком ним не мой жанр я читаю то что связано или с моими текстами когда я не пишу свою книгу то есть когда я пишу книгу я ничего такого не считаю что это просто технические вещи или еще источники так для души как пишется книга это какой-то долгий мучительный процесс как лично для меня когда нужно что-то написать это связано нужно собраться нужно с или она просто вот приходит некоторые писатели говорят он просто пишется сама я сажусь и и пишу такого в это я не верю это это кокетство на мой взгляд писательская работа не отличается от любой другой работы нужно иметь конкретный план в голове костяк и эскиз лучше всего если я сработаю последнее время с такими эскизами которые себе я сама себе создаю и по ним я ориентируюсь на них и изначально есть план и сюжет какой-то вами уже задуманный а вы потом облекаете его уже в какую-то форму в какие-то события да облекаю и потом удивляюсь что форма сама берет руль на себя и мной похоже что овладевает то есть я себе что-то придумываю на самом деле спустя пару месяцев работы я смотрю что я совсем другое придумала сейчас получилось абсолютно другое это на мой взгляд это подарок для писателей несподимка можно устать от этой работы физически можно устать но но не не ментально нужно отдыхать вот после того как вы заканчиваете писать книгу она закончена все вот теперь не пишу полгода или год по пару месяцев я отдыхал не там необходимо просто не думать об этом попрощаться с героями своими скачу спасибо ребята за за поддержку уходите но они честно как эти все эти характеры не любит вокруг меня группироваться и влияют на дальнейшие книги что мне это не подходит что каждая книга она имеет других персонажей другие другие души имеют поэтому нужно по месяцу подождать даже о них не думать например о моем герое которому 96 лет я стараюсь не думать с данным методом что пишу следующую книгу но отходит что что вы делаете для того чтобы отвлечься отдохнуть что я делаю я иду на природу это звучит очень звучало для меня логично как по мне в возрасте 14 лет я бы я бы над этим посмеялась люди которые восхищались природой не были слегка смешны а сейчас я большой поклонник природы я интересуюсь деревьями травами то есть вы занимаетесь созерцанием или вы изучаете там строение листьев для моего романа я это действительно и делаю что в моем все еще мы все еще книги речь идет о деревьях о породах деревьях ами а мебели тоже погружаетесь в тему и я примерно год работаю так таким образом я год ищу материал практически или теоретически сейчас вы работаете на одной книгой я правильно понял она мне принципе уже закончилась я закончила три дня назад поэтому я счастлива сижу перед вами я просто счастливый человек я щас свободно мне пару месяцев ничего не будет в голове хорошо о чем будет это творение о деревьях о деревьях главным героем будет то герой будет у меня помоложе ему 51 год то есть ребенок посреди своим 96-летним стричком мужчина историк который путешествует европой каретой хотя уже сейчас 90 1901 год 1901 год он все равно и карета то что он человек который против прогресса он просто назло всем и всем поездам и всем автомобилям он едет своей старой кареты и историю почитать если будет перевод на русском посмотрите хорошо если будет перевод на русском обязательно очень интересно потому что на немецком прочитать меня не удастся хорошо марьяна скажите о том вот не хотелось ли вам вернуться жить в одессу снова хочется я когда хожу по улицам и смотрю в наши родные лица звучит все как так странно я именно родные лица я вижу эти лица и вижу что они естественно они натуральные они не идеальные но они этого не стесняются они не прячутся ни за что я просто это вижу именно в одессе даже в украине на родину тебя я это вижу иногда я думаю а что бы ты здесь делала чем 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 тебе заняться я честно вам скажу я бы не занялась бы писательской деятельности ни в коем случае я бы я бы прошла бы просто на на такую вот работу которая связана с руками то есть что-то сделать сделать руками не как ты перевести на русский майт phasesρα plotter 조�ода licensed стульяр я бы стулья с удовольствием мастерила бы ну все все те кто занимаются творческой работой их время millimeter тянуть наверно клиническую труду я не умею я думаю как как им не смастер стул к этому не не научилась своей жизни. Я думаю, что в возрасте, не знаю, 50-60 лет я пойду на обучение. Мне этого не хватает. Вы еще смотрите на меня. У вас есть еще какие-то творческие планы? Вы планируете написать какое-то количество трудов? Или вы просто ждете, когда сердце подскажет, что, наверное, хватит, или давай переключаться на ремесло какое-то другое? Вы знаете, правдивые слова. Может быть такой момент в моей жизни, что я проснусь, и сердце скажет, Капоненко, хватит писать. Иди к столеру и обучайся серьезной профессии. Я верю в такие вещи, что может быть такое. И я тогда проснусь, встану и пойду, буду искать кого-то, кто меня обучит. И построю какую-то свою фирму, буду какие-то специальные вещи изготавливать деревянные, потому что мне дерево очень привлекает. Планы пока на ближайшее будущее есть. У меня еще в голове дремлят два романа. Хорошо, Марьяна. Я верю в то, что первая ваша награда совсем не последняя, что другие ваши книги и романы тоже получат какие-то награды. Еще верю в то, что, коль скоро у вас уже есть поклонники и почитатели здесь у нас в Одессе, то ваши книжки переведутся на русский или украинский язык. И у нас тоже будет возможность прочесть их и в душе поаплодировать вам за ваши труды. Благодарю вас за этот разговор. Мы прощаемся с вами. В нашей студии была Марьяна Гапоненко, писательница, одесситка, но, к сожалению, живущая в мнении, а может быть и к радости. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова